Сергей Шевчук родом из Запорожской области. Сначала служил в батальоне Айдар, потом в 95-й бригаде. Сейчас в Харькове проездом направляется в одну из самых горячих точек зоны АТО – Пески. Говорит, волонтеры Южного поста помогают не первый раз. Перекусил, чай попил, нормально. Девочки меня уже знают, 17 декабря проезжал. Они помогали мне, билет брали до Днепропетровска. С первой годовщиной Южный пост поздравили областные власти. Почетную грамоту председателя ХОГА Игоря Райнина волонтерскому коллективу вручила вице-губернатор Юлия Светличная. Мы тесно общаемся с волонтерами и, конечно же, реагируем на все те потребности, которые нужно решать органам власти. У областной государственной администрации есть целый волонтерский штаб, а также есть советники-волонтеры, которые приходят с теми необходимыми вопросами, которые нужно решить. Мы помогаем и Южному посту, помогаем и другим волонтерским организациям по необходимости. В сутки на Южный пост приходит от 20 до 100 человек. Рекорд, рассказывают волонтеры, составляют почти 200 бойцов за день. Здесь военнослужащим оказывают юридическую информационную помощь, помогают решить банковские проблемы, подсказывают оптимальные маршруты перемещения по городу и просто морально поддерживают поэт чаем. Ровно год назад Южный пост представлял собой такой одинокий столик в конце зала, чайник и три стула. В настоящее время это уже обособленная площадь, у нас есть столы, есть кресло для отдыха, есть распадушка для того, чтобы можно было отдохнуть, спинку выровнять. Есть у нас восьница номер, есть возможность ребятам помыться, нам дают талоны бесплатные. Южный пост, говорят волонтеры, не имеет госфинансирования и существует за счет добровольных пожертвований. Здесь всегда нужны чай, кофе, печенье и одноразовая посуда. Все это и даже домашнюю выпечку приносят неравнодушные харьковчане. За год подсчитали в организации, денежный эквивалент такой помощи составил почти 70 тысяч гривен. И ребята, когда видят, что приходят простые люди и приносят что-то от себя, ну, конечно, для них это очень приятно. И что самое главное, вот я понимаю, что говорят, спасибо, вы изменили мнение о Харькове. Мы считали, что в Харькове такого нет. Волонтеры Южного поста помогли открыть аналогичные пункты еще в пяти городах Украины. Сейчас такие организации работают в Одессе, Николаеве, Запорожье, Киеве и Днепропетровске. Надежда Тофан, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив». Продолжение следует...